Республика Армения 30 сентября. Полигон Баграмян 65 километров западнее Еревана. Из шести стран мира самолетами Ил-76 сюда переброшены 600 военнослужащих миротворческих сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. В их числе и 15-я миротворческая бригада, базирующаяся в поселке Рощинске и Самарской области. Все они состоят в организации договора о коллективной безопасности. В течение пяти дней бойцам предстоит участвовать в учениях под названием «Нерушимое братство». А вот и первое вводное. В этом здании несколько дозубов вооруженных террористов и заложники. К штурму готовятся миротворцы России и Армении. От их молниеносных и слаженных действий зависят человеческие жизни. Секундное затишье и начинается штурм. Периметр здания оцеплен. Преступники пытаются отстреливаться. Их внимание отвлекают непрерывной стрельбой и светошумовыми гранатами. Так силовики пытаются сбить противника с толку. Происходят взрывы, после чего на пару минут они просто, их психологическая система отключается. Это я вам так скажу. После чего производится их задержание. С воздуха поддержку оказывает авиация. Бойцы готовятся к высадке с вертолета. В здание силовики заходят несколькими группами. Одна из них атакует с крыши, другая – с центрального входа. Эффект внезапности удался. Несколько секунд и злоумышленники задержаны. Одного за другим всех, кто находился в здании, выводят наружу. Основная задача миротворцев – как можно меньше погибших. В спецавтомобиль грузят и заложников. Разбираться, кто есть кто, специалисты будут после. Перевозится всех арестованных на фильтрационный пункт, после чего производится осмотр всех лиц. На подходе очередная вводная. Где-то неподалеку вновь слышна стрельба. Между собой что-то не поделили две условно противоборствующие стороны. На инструктаж буквально несколько секунд. Что делать, коллегам объясняют самарские миротворцы. Если мы держимся вот друг за другом и плотно прям прижимаемся друг к другу, тогда фронт у нас становится чуть уже на 2-3 метра. Но зато у нас становится, да, связь между нами становится, получается, как кристаллическая решетка. То есть мы работаем вот плотно. И щит накладывается вот. На него сверху накладывается щит. Именно так, живой стеной, рискуя жизнью, бойцы своими телами встают между разъяренными толпами. Получить ранение в подобной ситуации в реальности, говорят военные, ничего не стоит. Бунтовщиков разгоняют водометами. Стреляют миротворцы только в крайнем случае. На данном участке мы отрабатываем вопрос разгона демонстрантов. Мы оружие применять как таковое не можем вообще. Если можем, то только в самых крайних случаях. Наша задача просто раздвинуть противоборствующие стороны на безопасные друг от друга расстояния. То есть мы занимаемся именно наведением мира. Опыт есть. Ребята все подготовленные. В том числе не только наши бригады, в том числе и наши союзники по ОДКБ. Выполняем подобные задачи. Тренируемся постоянно. Подготовку российских военных коллеги оценили тут же. Это на самом деле очень сложно. Но вы прекрасно справились с заданием. Потому что линия как такова, она была, формация не ломалась. Но без потерь обходится не всегда. Первый раненый среди военных. Бойца уносят подальше от зоны конфликта. Его грузят в вертолет. Тем, кто еще на ногах, рано думать об отдыхе. Гражданский автомобиль попал на минное поле. Машина по вводной подорвалась. Пострадали два человека. В кратчайшие сроки их необходимо эвакуировать. В работу включаются саперы. Метр за метром они обследуют зону риска. Чтобы помочь пострадавшим необходимые лекарства, в заключении миротворцы должны обеспечить проход колонны с медикаментами, которая подверглась обстрелу. На место для прикрытия тут же выезжают БТР и вылетает вертолет. С поставленной задачей миротворцы вновь справились, отмечает руководство. Только в этом году силы организации договора о коллективной безопасности приняли участие в учениях спецподразделений антинаркотических ведомств в Киргизии. А также сборах руководителей спецподразделений органов МВД на территории Казахстана. В учениях «Нерушимое братство» приняли участие 600 военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. В их числе и 15-я миротворческая бригада, базирующаяся в поселке Рощинский. Они уже вернулись на место постоянной дислокации. Продолжение следует...